Вишутка чакра, с одной стороны, хорошо, потому что человек уже имеет весь, он может работать со всеми чакрами, плюс он здесь открываются, как говорится, ситхи человека, то есть человек имеет определенные способности. Это не обязательно, что вы там летать научитесь. У меня, например, есть друг, у которого он автомеханик, и у него есть автомеханические ситхи. Мы как-то поехали, в общем, по бездорожью, по жуткому бездорожью на Ниве, и, в общем, когда мы что-то очередное препятствие преодолевали, у нас отвалилась педаль газа. Ну, бывает такое. В общем, отвалилась педаль газа, и там вроде даже были люди, которые могли бы нам помочь, но моего друга это никак не смутило. Он встал, как бы, что-то там покопался, в итоге эту педаль газа, ну, ее же не приваришь, она уже все просто отпала, но он все равно, как бы, вывел этот тросик в машину, как бы, начал, как бы, одной рукой дергал за газ, ехал, как бы, другой нажимал все остальное, пытаясь еще, переключая передачи, разговаривая с нами параллельно, а потом еще во времени, еще все, оторвался ремень ГРМ, без которого машины вроде бы не ездят, а мы все равно доехали, без проблем абсолютно, приехали, как бы, на место, как и нужно. То есть, человек уже развился полностью в какой-то сфере, и он, как бы, в общем, для него это не проблема, он рассказал, он, как бы, на трех колесах доезжал, как бы, то есть, как бы, машина на одного колеса едет, как бы, он на трех колесах, как бы, нормально, то есть, это тоже не проблема. Для него это не является проблемой. Причем, как бы, опять же, для нас это, может быть, звучит удивительным только потому, что мы не понимаем механизмов, да, а он досконально знает механизм, он понимает, как это все работает. Это точно так же, вы, если подумаете в своей персональной сфере, да, в которой вы следующие, вы можете тоже такие удивительные вещи и делать. Вот это и говорится, да, у вас есть те возможности, которых нет у других людей, как бы, потому что вы стали профессионалом в своей деятельности, вот, и у вас есть какие-то свои ситхи, то есть, не обязательно прям какие-то магические вещи. И, соответственно, такой человек, конечно, он успешен, все к нему готовы прийти на поклон, попросить что-то сделать и так далее, и начинает, опять же, расти эго, да, то есть, я теперь крут, в принципе, мне уже ничего не надо, я могу и влиять на все, если захочу, я горы сворачиваю. Вот.